Не хочу идти в школу. Эту фразу родители слышат чуть ли не от каждого ребенка. Теперь у них появилась возможность оставаться дома. Не нужно надевать школьную форму и идти или ехать куда-то с утра. Вместо этого можно запастись чаем, печеньем, включить свой компьютер и настроить программу конференц-связи, чтобы начать онлайн-урок. Конечно, уроков меньше, чем есть по расписанию, но они проводятся достаточно успешно. У нас практически все учителя свободно владели работой в этой программе. Дети еще быстрее со всем разобрались. Посещаемость на самом деле еще больше, чем когда они ходили в школу. Детям очень понравилось. И я считаю, это современно. И так надо делать. И мы действительно не на каникулах. Мы действительно должны учиться. С помощью конференц-связи можно общаться со школьниками в чате, а также демонстрировать им свой экран. Учитель географии показал нам, как работает система. Вот я делал эту презентацию. Олешковские пески, лавины. Потом мы говорили про Крымские горы. У детей есть возможность интерактивно участвовать в этом уроке. Они могут делать какие-то пометки. Они могут задавать вопросы. Есть чат. Тут даже есть функция поднять руку. Очень удобно. Некоторые родители и школьники не считают онлайн-формат полноценной альтернативой к занятиям в классе. Ребята говорят, что иногда случаются технические сбои, а также не хватает личного контакта с педагогами и общения с одноклассниками. В школе я чувствую себя более свободно, более комфортнее в школе. Людей в классе было больше. Проще уже в школу ходить. То есть не нравится, да? Ну, это вообще прикольно, но как-то школу как-то интереснее. Не все школьники настроились на это обучение. То есть с классом, может быть, где-то две трети класса только подсоединилась. На онлайн-занятия перешли и спортсмены, которым ни на день нельзя прекращать тренировки. Они пользуются той же системой, что и школьники. Повторяйте все, что я скажу. Мы начинаем медленно, спокойно делать хиан, не дам. Открой ладошку, ладошку открой. Вот, открой ладошку. Молодец. Прогулы уроков или тренировок без внимания не остаются. Сервис позволяет родителям, классным руководителям или администрации школы с помощью своих гаджетов зайти на платформу и посмотреть, как проходят занятия и кто на них присутствует. В условиях наличия гаджетов, скоростного интернета и строгой дисциплины онлайн-обучение активно развивается. Впрочем, живое общение все-таки лучше.